Здравствуйте! Вы соскучились по мне? А я по вам соскучился. Мы давно не виделись с вами, дорогие мои зрители. С вами я, Дмитрий Трофимов, и сегодня мы будем с вами обсуждать, я вам буду говорить, очень интересную тему. Но перед этим вы же подписались на мой канал. Вы прямо сейчас нажали кнопочку подписаться, а еще колокольчик. Нужно поставить лайк и написать комментарий, Дима, как я рад тебя видеть. Окей, какая сегодня тема? Тема называется преодолеть себя, а именно убрать социофобию с помощью преодоления себя. Потому что только с помощью преодоления себя можно победить, потому что я побеждум, победим. Ну или давайте другими словами. Есть такое поверье в народе, что если вы будете постоянно преодолевать себя, свои страхи, социальные страхи, мы же говорим о социофобии, вы будете преодолевать постоянно эти социальные страхи, будете подходить к людям на улице, будете кричать «жопа» на улице, будете танцевать, может быть, даже снимите штаны и покакаете в центре города. Но, может быть, еще как вариант, подойдете к какой-нибудь бабушке и скажете, «Бабушка, а давайте споем какую-нибудь детскую песенку». Может быть, вы пойдете в ораторство и будете на тысячную толпу говорить потрясающие вещи. И вы думаете, что если вы каждый день, методично, день за днем, будете преодолевать свои страхи, те самые страхи, которые у вас в голове есть за социофобией, вы думаете, что это пропадет. Но на самом деле у социофоба страх не уйдет. И об этом нужно сегодня поговорить. Давайте на примере. У нас есть два человека. Первый человек – это человек, который не имеет социофобию. Но у него есть какие-нибудь страхи, тоже маленькие комплексы, да, и вот он в плане социофобии чист. И у нас есть социофоб. У него буквально страхи, его постоянно атакуют негативные мысли, его постоянно, тело у него сжимается, да, у него эмоции негативные. Это классический социофоб. Так вот, у обычного человека малюсенькие страхи, тревога и волнения действительно убираются с помощью преодоления. Он действительно может пойти на улицу и попробовать спеть песенку. Сначала не получится, потом получится. Он будет преодолевать себя, и у него действительно постепенно-постепенно страх уйдет. Но если это социофоб, если у него есть социальная тревожность, то когда он будет преодолевать себя… Ну, давайте так, я уже в своих трансляциях говорил, вы же помните мои трансляции по социальной тревожности? Можете еще раз эти трансляции посмотреть. Я вам говорил, что у социофоба затренированы нейронные связи. И можно сколько угодно подходить на улицы, эти нейронные связи затренированы, они все равно будут работать. Соответственно, когда человек сам себя преодолевает, когда он борется с этой стихией, он думает, что все хорошо. Важно, ребята, очень важно, послушайте меня, запишите прямо сейчас, запишите, это очень важно. Нейронные связи с помощью преодоления не убираются. Они могут усугубиться, стать еще более сильными, либо останутся на том же самом уровне. И если ты, да-да, ты, тот, кто смотрит сейчас это видео, ты социофоб, не вздумай, даже не вздумай преодолевать себя, потому что преодоление только усугубит твое положение, усугубит социофобию. Окей, как усугубит социофобию? Ну, смотрите, вы выходите на улицу, вы такой социофоб, и говорите, сейчас буду подходить к людям и спрашивать, как куда-то пройти. И вы подходите к одному, потом к третьему, четвертому вы преодолеваете себя, но в какой-то момент вы можете столкнуться с человеком, который будет негативной, который не хочет вам ничего рассказывать. Автоматически ваша нейронная связь в этот момент включится. То есть если на вас какой-то мужик, вы подходите такой, а скажите, пожалуйста, сколько сейчас время, я забыл смартфон дома. И мужик делает вот так. И проходит дальше. Нейронная связь это записала на ваш счет. Теперь ваша нейронная связь подтвердила, что люди жестоки по отношению к вам. И эта нейронная связь вам скажет в виде автоматических негативных мыслей, что вы кто? Вы какашка, вы плохой человек. Этот человек подумал, что вы плохой человек. Потом, еще через какое-то время, вы подходите к следующему человеку. Например, еще через пять человек. Женщина тоже как-то не очень хорошо с вами поговорила. Может быть, она была агрессивна, потому что она после работы шла, уставшая, и тут еще кто-то подходит. Это тоже накапливается. Вы подходите к этой женщине, агрессивно она с вами поговорила. Вам и вы еще одну историю в свою нейронную связь закрепили. Ребята, когда вы преодолеваете себя, и у вас есть социальная тревожность, все негативные ситуации, когда вы будете что-то преодолевать, будут записываться в ваш мозг, тем самым усиливать нейронную связь, которая будет еще сильнее вас уничтожать. Это первая причина, самая главная причина, почему не нужно социофобу преодолевать сам себя. В какой-то момент, если вы преодолеваете себя, вы не сможете даже выйти из дома. Вас будет тошнить от тех заданий, которые вы записали себе, чтобы преодолевать себя. Ваша социофобия станет еще сильнее. Вам будет еще тяжелее выходить из дома. Вам будет еще тяжелее общаться с людьми, потому что ваша нейронная связь, социофобная нейронная связь усилилась многократно. Еще по одной причине, почему нельзя социофобу преодолевать самого себя, это ваш энергетический потенциал, ну или психологический потенциал, можете назвать так. То есть, чем больше вы преодолеваете себя, тем больше вы вырабатываете этот потенциал психологический, или энергетический. Надпочечники работают, вырабатывают больше адреналина, кортизола, и в какой-то момент это все заканчивается. И вы через какое-то время, через неделю таких преодолений, оттуда продержится больше, может быть месяц, вы устанете. У вас может появиться хроническая усталость, у вас может появиться легкая депрессия, у вас может просто быть всегда плохое настроение. То есть, вы постоянно тратите свои силы, энергию на преодоление. Но преодоление не работает. Уже помните, потому что нейронная связь была построена. Невозможно с помощью преодоления это сделать. Соответственно, вы устали. То есть, это еще не только повлияло и усилило вот именно социофобию. Вы еще и устали. Вам еще придется работать и с усталостью. Окей, тогда вы можете мне задать вопрос, Дмитрий, Дмитрий, а как тогда убирать социофобию? То есть, ты хочешь сказать, что нельзя с помощью преодоления. Ну, каким образом? Надо же что-то делать, нельзя же сидеть дома. Если мы говорим о моей методике, то ваша задача, в первую очередь, затренировать себя максимально дома, самостоятельно дома, когда нет других людей, затренировать определенные навыки. И после этого вы выходите в социум и не преодолеваете себя. Вы просто в этом социуме применяете те навыки, которые я вам предоставил. Некоторые, кстати, навыки есть на моем канале. И вы можете посмотреть мои видео, все видео на моем канале и что-то уже внедрили для себя. Окей, после того, как эти навыки были внедрены дома и уже легко включаются в социуме, можно чуть-чуть преодолевать себя. Совсем чуть-чуть. Там, где нет никакой опасности. То есть мы заходим в ситуации, которые были тревожные. Включаем там техники и тем самым эти техники влияют на нашу нейронную связь, правильно влияют на нашу нейронную связь. И старая нейронная связь, которая называется социофобия, начинает разрушаться, потому что тело ведет себя по-другому. Потому что я учу ребят, чтобы тело вело себя по-другому. Я учу ребят, своих учеников практики, чтобы мозг по-другому думал. И правильная работа с эмоциями. Все это влияет на нейронную связь, которая постепенно изменяется, разрушается и создается новая нейронная связь, где вы, ну, не качок, но уверенный в себе человек. Вы знаете, что вы сможете справиться. Именно эта задача моя. Именно для этого я и тренирую. Тренирую. Это же как тренировка. Получается, я тренирую своих ребят. И, надеюсь, вы поняли. Давайте еще раз подытожим очень кратко. Обычный человек, у которого нет жесткой нейронной связи, он может действительно преодолеть себя и у него все будет хорошо. У человека, у которого повышенная социальная тревожность, категорически запрещено, запрещено преодолевать себя. Даже не думайте. Не нужно это делать. Напоминаю, ребята, что нужно подписаться на мой канал, потому что это мотивирует меня снимать еще больше качественного контента. Также напоминаю, что у меня есть паблик, у меня есть личная страница ВКонтакте, у меня есть Фейсбук, у меня есть Инстаграм. И вы можете стать участником Телеграм-чата, потому что там идут периодично жаркие обсуждения каких-то моих методик, и я рассказываю тоже такие вещи, которые могу не рассказать здесь, на моем канале. Поэтому вы можете еще вступить и в чат. Субтитры сделал DimaTorzok